Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вот мы с вами вчера рассматривали причины возможных заболеваний и рака мозга у Анастасии Заворотнюк. И в основном все ссылаются на то, что у женщин после 40 лет, когда они прибегают к услугам ЭКО, когда делают ЭКО себе, да, и возникает риск возникновения опухолей злокачественных в груди и, соответственно, в мозгу, в других частях тела. Но почему-то чаще всего это грудь и мозг. И датские ученые проводили исследование, в котором после 40 проверили 600 тысяч женщин. Выяснилось, что в 65% после 40 лет, если женщина прибегает к ЭКО, риск возникновения опухоли очень велик, практически 100%, в 65% случаев. Это случилось у Жанны Фриске, это случилось у жены Константина Хабенского, я уже об этом говорил. Но вы знаете, дело все в том, что еще причиной заболевания, вот последние новости Анастасии Заворотнюк, значит, говорят вот, что состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк могло ухудшиться, в частности, из-за омоложения стволовыми клетками. Сейчас очень модно это, на самом деле, среди наших звезд, среди актеров, актрис, значит, певцов, певиц, значит, политиков омоложение стволовыми клетками. Оно делается по-разному, и на самом деле, тема такая довольно закрытая, особо никто о ней не говорит. Но, тем не менее, многие прибегают к этой процедуре, ну, особенно, конечно, женщины в первую очередь, потому что они хотят выглядеть красивыми, всегда хотят выглядеть моложе и хотят победить, так скажем, естественные процессы старения. Хотя, с моей точки зрения, женщина прекрасна именно вот так, как она выглядит на свой возраст. Мне кажется, это здорово, когда естественная такая красота. Но, как кто-то считает по-другому и имеет, конечно, это право. Об этом рассказал близкий друг семьи Заворотнюк и продюсер Ласкова Майя Андрей Разин. Он говорит, помню, еще лет 15 назад Настя мне говорила, ты не пробовала стволовые клетки? Она спрашивала у него. Новая методика омоложения продлевает жизнь, за ней будущее, она говорила. Рассказал он. По его словам, такой методикой омоложения увлекались многие артисты, в том числе и Жанна Фриске, которая скончалась также от рака головного мозга на 41-м году жизни. Среди других причин ухудшения здоровья Заворотнюк, значит, Разин назвал постоянный стресс от многолетней истории с долгами по ипотеке. Он говорит, раньше, помню, крутилась сама, пыталась какой-то бизнес открывать, брала кредиты. У нее такой характер, все взваливает на свои хрупкие плечи, добавил Разин. Также он говорит, что узнал о болезни где-то с полгода назад от коллег, но скрывал так же, как и все остальные, потому что просили не распространяться. Поэтому мы все думали, что это слухи, сразу активно опровергали это. Ну, а позднее он сказал, что Заворотнюк, она и сама жаловалась ему на плохое самочувствие. Вот, поэтому все дело в том, что не только ЭКО может стать причиной, но и вот эти вот омоложения стволовыми клетками, которые проводятся. Надо, кстати, изучить эту тему, потому что очень многие уже писали мне еще о Жанне Фриске, когда были вот эти события тоже трагические, что омоложение стволовыми клетками на самом деле является причиной от этого всего, этих опухолей. Но здесь, возможно, совпадение факторов, говорят эксперты. То есть, с одной стороны, это и ЭКО после 40, потому что я вчера специально посмотрел биографию. Анастасии 48 лет, и Петр Чернышев, самое что интересно, я посмотрел, он не младше ее, он тоже 71 года рождения, ему тоже 48 лет. И, значит, в 38 они, так скажем, начали пытаться забеременеть, и ровно 10 лет, до 48 лет они вот фактически пытались забеременеть. Не 48, получается, она же родила, Настя, да, Анастасия, она родила. То есть, довольно длительное время, там около 8 лет, вот они пытались забеременеть естественным путем, потом они сделали ЭКО, и она забеременела и родила девочку, дочку. И если бы, например, ЭКО сразу сделали, то есть, вот там 40, например, 39, возможно, риск был бы меньше развития таких клеточек. То есть, клетки эти, они, оказывается, есть у каждого человека, и после 40 просто у женщины процесс уже в организм протекает по-другому, и при ЭКО есть огромная вот эта вот, огромная доза всяких разных медикаментозных препаратов гормональных, которые меняют гормональный фон и приводят к развитию там всего подряд. Если какие-то были, какие-то были клетки раковые, они начинают расти. Поэтому это, на самом деле, конечно, очень страшно, но и самое главное, омоложение стволовыми клетками. Вот я не знаю, как это работает, я не ознакомился с механизмом, но вот если она еще лет 15 назад интересовалась у Разина, что за этим будущее, за омоложение стволовыми клетками, то, безусловно, конечно, так как многие увлекались, и Фриске это делала, и сейчас очень многие это делают, то, безусловно, конечно, я думаю, что этими стволовыми клетками она могла, в принципе, и воспользоваться, и здесь все как бы сошлось в одно. А там стресс по ипотеке, это, знаете, у нас у всей страны стресс по ипотеке, поэтому здесь вот, я думаю, что в этом причина. Безусловно, еще раз скажу, что я могу сказать, что еще раз скажу, что помню по сериалу «Прекрасная няня», «Моя прекрасная няня», она была ведущей, ну, светлый человек, нигде не была замечена никаких ни в склоках, ни в скандалах, ни о ком не отзывалась как-то. Она вообще пропала, я вообще ее не видела, не слышала о ней уже сто лет. Услышала только буквально несколько дней назад, когда в ленте стали попадаться какие-то новости о том, что она пропала, о том, что вдруг ее увидели. Соседка рассказала о том, что, значит, видела ее и совершенно не узнала, потому что она очень сильно располняла, без волос. Она сказала, что от шикарных волос не осталось следа с косынкой на голове. То есть там на продуктовом рынке, где она постоянно была недалеко от дома, значит, говорят, что, когда она постоянно приходила, каждую неделю, говорят, что ее очень тоже давно не видели, она не приходила. Скорую вызывали, я уже говорил, в Крекшино к ней в дом, и записали на вызов на концертного директора. И даже в реанимацию она попала под чужой фамилией. Я не знаю сейчас, под какой фамилией она сейчас там находится, но под чужой фамилией, чтобы скрыть. То есть близкие хотели скрыть это все очень. Петр Чернышев, муж, еще раз повторюсь, он отказался от уступления Руслана Людмилы, эти вот шоу, да, ледовые, и все время проводит с ней. Динамика отрицательная, к сожалению, вот ее ввели в искусственную кому, что организму так легче бороться, но пошел парез, правая часть тела, это парализация частичная. И вот сейчас идет частичная парализация с отеком мозга и с отеком легких. Не знаю, это шанс, конечно, один на миллиард, но если он один есть, то давайте попросим, так сказать, высшие силы, помолимся, чтобы этот шанс, он был в данном случае для Анастасии Заворотнюка, чтобы она осталась с нами и дальше радовала нас, так сказать, какими-то крутыми ролями, и у нее открылось второе дыхание, и все было замечательно у нее. Ставьте лайк, как поддержку, не только Анастасии Заворотнюк, у меня тетя, недавно, буквально 2,5-3 месяца назад выяснилось, что у нее рак, и ей удалили, была операция опухоль, и были метастазы, сейчас она проходит химиотерапию, это тетя даже может сказать, как, наверное, была для нас там, как вторая мама, то есть, ну, ближе, чем тетя гораздо, поэтому давайте поставим лайк, мне тема эта очень близка, поэтому я воспринимаю это, как вот что-то личное, потому что каждый день думаю, и, значит, о том, что, чтобы все было хорошо у моей тети, поэтому я очень желаю, на самом деле, от себя выздоровления, посылаю самую добрую энергию Анастасии, и вы можете, хотя бы давайте лайком, поддержим Анастасию в том, что, если кто-то из близких, еще раз повторюсь, увидит какие-то видео мои, и ваши комментарии, можете активно оставить комменты, чтобы, если кто-то вдруг увидит эти видео, чтобы было видно, сколько, на самом деле, добрых людей в стране и поддерживают этого человека, поэтому ваш лайк в данном случае означает поддержку всем больным, и самое главное, конечно, в данном случае, то, что вы проявляете участие и участие в жизни, и вам не безразлична судьба этого человека, но безразлична судьба ее, что вы проявляете эмпатию. Ставьте лайки, ребят, в поддержку Анастасии, подписывайтесь, всем пока, до встречи, будем следить за развитием событий, дай бог, чтобы все было хорошо.